ВОЛОДЬ Цель нашего сегодняшнего сбора это обратить внимание на состояние нашего большого, когда-то бывшего Гипра. И сегодня ситуация катастрофическая. Мы сегодня это покажем на примере отмелей, которые образовываются каждый год больше и больше. Скоро Гипр можно будет переходить пешком, не используя плавсредства. Это в первую очередь задача наших коммунальных служб, потом задача речфлота создавать определенные программы, которые будут нацелены на восстановление речки и на ее обслуживание. В советское время на это выделялись колоссальные деньги и работали и институты, и государственные учреждения по обеспечению жизнедеятельности реки. На сегодняшний день мы это все положили с прибором. Наши чиновники и службы, которые обязаны этим заниматься и отслеживать это состояние и принимать определенные меры. Я думаю, что сегодня это все будет показано на примере. И как бы причины и следствия мы это все озвучим в процессе этого мероприятия. Продолжение следует... Продолжение следует... Не буду давать какие-то статистические подробности, могу сказать две вещи, что Днепро брудное и милкое. Почему оно стало милким и брудным, мы все понимаем, потому что Министерство экологии на сегодняшний день – это не министерство, которое должно создать комфортные условия жизни для людей и следить за тем, чтобы не было забруднений, не было разных выкиданий в Днепро. А это структура, которая выдаёт дозволы на забруднение. Поэтому мы бьем в дзвони, люди, мы должны подключаться к борьбе с забруднением на околочное средство, потому что в ближайшее будущее нас ждет экологическая катастрофа. Не будь мы байдужими. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!